И возвращаясь ко дню науки. Преподаватель Качегу имени Умара Алиева стал обладателем гранта Российского научного фонда. Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры информатики и вычислительной математики Амина Тузденова представила свой исследовательский проект. О научной деятельности с преподавателем физико-математического факультета побеседовал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Приветствую вас, Мария Магомедовна. Я знаю, что вы относитесь к династии ученых Карачао-Черкесского госуниверситета. И для начала хотелось бы узнать, откуда у вас появилась идея стать ученым, углубиться в науку. Наукой я начала заниматься со времен обучения в университете. Как вы сказали, папа у нас был ученый и большое значение придавал занятиям наукой. Он пытался с первых курсов нас связать с лучшими учеными университета, так, чтобы они нас взяли в свою работу. Мы маленькие студенческие работы писали, в общем-то, с тех пор. После окончания университета поступила в аспирантуру. У меня появился научный руководитель Куртинаф Махамед Хусеевич. И мы с тех пор занимаемся матмоделированием. Откуда появилась инициатива принять участие в грантовом конкурсе? Идея грантов появляется как сопутствующее направление, потому что исследования проводятся, и так, и так есть у них финансирование или нет. Но государство и республика, да, наш глава республики периодически объявляют конкурсы для молодых ученых, в которых очень интересно принять участие, попробовать свои силы. До этого я была исполнителем проектов своего руководителя, других ведущих ученых Кубанского университета. Ну и я поняла, что это все исполнимо, решила попробовать свои силы. Я была руководителем проекта РФФИ, Российского фонда фундаментальных исследований, чуть раньше, в конце прошлого года, получилось выиграть грант Российского научного фонда. Это дополнительное финансирование, которое значительно раскрывает возможности по участию в конференциях, закупке программного обеспечения, ну и много чего становится более доступным, благодаря дополнительному финансированию. Анина Анатольевна, в чем заключается уникальность вашего научного проекта, который выиграл грант? Мы проводим математическое моделирование. Фактически разрабатываем инструмент теоретического анализа процессов в мембранных системах. У мембранных систем есть приложение в очистке воды, подготовке сельскохозпродукции. Но мы занимаемся тем, чтобы дать инструмент теоретического анализа процессов, которые протекают в этих системах, чтобы практики могли оптимизировать работу этих систем, могли понять, что там происходит. Но уникальность работы в том, что мы построили двумерную модель, которая учитывает развитие электроконвекции в мембранных системах. И посчитали вольтамперную характеристику, которая впервые соответствует характеристике реальных мембранных систем. То, что в реальном натурном эксперименте измеряет, наша кривая расчетная повторила форму. И мы смогли сделать заключение, доказать, что там есть участок вторичного подъема, который говорит о том, что эффективность процесса выше, что это связано с развитием электроконвекции. И сейчас занимаемся тем, что моделируем различные электрические режимы. Первая модель была для потенциостатического режима, то есть когда задается скачок потенциала. Сейчас то, что говорится, ноу-хау у нас, то, что мы моделируем режим, когда задается постоянный ток в системе. Почему это важно? Потому что один из способов повышения эффективности – это управление электрическим режимом. Важно уметь описать любые режимы работы устройства. Как вам удается сочетать преподавательскую деятельность на физико-математическом факультете и научную? Научная работа перекликается с учебной, потому что я работаю на кафедре информатики, вычислительной математики. Со студентами мы рассматриваем модели попроще, с теми, которые поспособнее пишем научную работу. Вообще работа с молодежью, она помогает развиваться самому, потому что то, что ты в общении со студентами получаешь, тебе позволяет найти решение, может, научной задачи. Во время того, как научную задачу решаешь, думаешь о том, ну, получаешь ответы на том, а как лучше было бы объяснить это студентам. Я считаю, что это неотъемлемые части научная работа и учебная. Учить студентов, не развиваясь, не ища какие-то новые задачи, тоже нечестно, надо быть впереди. А с другой стороны, если ты получаешь новые знания, надо постараться молодежь к нему приобщить, сделать более доступной. И в завершении будете ли вы принимать участие в других грантовых конкурсах, и что вы готовите в этом году? Проект, который я сейчас выполняю, он молодежный. У меня исполнители, аспирант Узденов Муслим и магистрант Каханфенова Сабина. Они, каждый из них, у одного это диссертация, у другой это магистрская, занимаются частью проблемы моделирования мембранных процессов. И мы получили поддержку на общий проект у нас, коллективная заявка была. Интерес, конечно, есть, потому что у нас и руководство университета, Аталтан Аубикирович, поддерживает все наши инициативы. Если мы не получаем поддержку из фонда, то университет поддерживает наши исследования. Поэтому мы, я думаю, дальше будем развиваться. Планы большие, нерешенных задач много. Ну что ж, хотелось бы поблагодарить вас за плодотворное интервью и желаю успехов в вашей научной деятельности. Спасибо. Спасибо.